На календаре 28 января среда информационная служба канала РТВ продолжает свою работу с международными новостями. К этому часу вас ознакомлю я, Сергей Кения. Здравствуйте. Сейчас в мире. В России обнародован антикризисный план. Правительство утвердило пакет первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году. Документ предполагает сокращение большинства категории бюджетных расходов на 10%. План уже одобрен президентом Путиным и на текущей неделе поступит в Госдуму. Тем временем США заявили, что готовы усилить санкции в отношении России, если это будет необходимо. За антикризисными маневрами Москвы и реакцией Запада следит мой коллега Владимир Унанец. Антикризисный прорыв. Москва предпринимает попытки остановить падение экономики. По мнению российского правительства, чтобы вернуть страну в полосу роста, необходимо сделать 60 шагов. Именно столько пунктов в одобренном президентом Путиным плане. Причем, как отмечают аналитики, власти благоразумно не тронули социальную сферу. На фоне усугубляющейся изоляции России народные бунты не нужны. Правительство в последние несколько дней активно работало над завершением подготовки антикризисного плана. И поскольку он так и называется, антикризисный, то мы понимаем, что он прежде всего должен обеспечить социальную стабильность. При этом особо подчеркивается, дополнительных трат из бюджета не потребуется. Средства будут найдены за счет резерва правительства в 170 миллиардов рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. В антикризисном плане записано следующее, что мы будем следовать жесткой бюджетной политике. И к 2017 году ставим себе целью обеспечения бездефицитного бюджета. Мы прогнозируем цену на нефть порядка 70 долларов за баррель в 2017 году. И при этом цене мы будем иметь сбалансированный бюджет. Это наша цель, это наша задача. Впрочем, помимо естественных экономических преград на пути в относительно светлое будущее, Москве придется преодолеть ряд политических препон. По мнению наблюдателей, Соединенные Штаты могут попытаться усугубить экономический кризис в России, чтобы Кремль стал более сговорчивым в отношении Украины. Мы по-прежнему готовы усилить санкции в случае необходимости и будем продолжать работать вместе с нашими союзниками, чтобы увеличить давление на Россию. Но не все на Западе готовы к конфронтации с Москвой. Новый премьер-министр Греции Алексис Ципрос обрушился с критикой на лидеров стран Евросоюза, которые заявили о готовности к обсуждению принятия очередного пакета санкций в отношении России. Афины выразили недовольство, обвинив страны-участницы ЕС в том, что они не проконсультировались с Грецией, прежде чем высказываться об усилении давления на Москву. Для нас это в первую очередь институциональная ошибка. ЕС объявляет о единодушном решении, даже не проконсультировавшись с новым правительством Греции. Для консенсуса необходимо согласие Афин. Мы такого согласия не давали. Эксперты и пресса после победы на выборах Греции коалиции левых сил, который возглавляет Алексис Ципрос, предупредили. Появление у Москвы нового союзника может осложнить реализацию санкций ЕС против России. Впрочем, наблюдатели считают, что новое греческое правительство вряд ли вступит в острое противостояние с ЕС и НАТО. В частности, для страны чревато продвигать идею законности присоединения Крыма к России не только из-за опасности оказаться в изоляции, но еще и из-за проблемы северного Кипра. Ведь в этом случае логичным будет признание его фактического присоединения к Турции. А значит, Афины просто попытаются разыграть российскую карту, чтобы обеспечить себе финансовые послабления. В любом случае, у антикризисного плана Москвы остается слишком много внешних противников. Израильская авиация атаковала Сирию. Минувшей ночью ВВС страны нанесли удары по артиллерийским позициям армии президента Башара Асада. Как заявили в военном командовании, зафиксированы точные попадания по целям. Авианалет стал ответом Иерусалима на вчерашний ракетный обстрел территории Израиля. СМИ со ссылкой на военных сообщили, что за атакой могла стоять ливанская шиитская группировка Хизбалла, поддерживающая режим в Дамаске. Ответственность за происходящее власти Израиля возложили именно на власти Сирии. Сирены воздушной тревоги, предупреждающие о возможных обстрелах, звучали на голландских высотах в районе границы и во время авианалета израильтян. Падения ракет, впрочем, зафиксировано не было. Возможно, сирены сработали после того, как ПВО Сирии попытались обстрелять самолеты. В настоящий момент армия отвечает на события на северной границе. Всем, кто пытается бросить нам вызов, я рекомендую вспомнить, что случилось в секторе Газа. Хамас получил тяжелейший удар. Армия обороны Израиля готова действовать в полную силу на всех фронтах. Еще один инцидент произошел сегодня на границе с Ливаном. С территории этой страны, в сторону патрульного джипа израильской армии, была выпущена противотанковая ракета. Несколько военнослужащих пострадали. В машине был причинен ущерб. По данным некоторых израильских СМИ, в ответ на обстрел военные открыли огонь в направлении Ливанской границы. Есть информация, что ответственность за инцидент взяла на себя все та же группировка Хезбала. Террористка в обмен на заложника. Как сообщают японские СМИ, правительству страны удалось договориться с Иорданией о передаче группировки «Исламское государство», приговоренной в Омане к смертной казни Саджиды Ар-Ришави. Взамен же хадисты должны будут отпустить захваченного в плен японского журналиста Кэнди Готу. Ранее сообщалось, что при посредничестве религиозных лидеров и племенных вождей с боевиками ведутся переговоры. Поначалу террористы требовали за двух японских заложников выкуп в размере 200 миллионов долларов. Позже один из пленников был обезглавлен, а условия освобождения второго изменены. Еще один заложник исламистов – Иорданский пилот, захваченный ими около месяца назад. Если их ультиматум не будет выполнен, он также может быть казнен. Ранее иорданские власти официально заявляли, что не намерены обменивать заложников на находящуюся в тюрьме же хадистку. 43 студента были убиты по ошибке. К такому выводу пришли мексиканские следователи, работающие над резонансным делом об исчезновении в сентябре прошлого года, учащихся в педагогическом вузе. Студенты пропали после акции протеста в городе Игуала. Долгое время об их судьбе ничего не было известно. Позже власти заявили о гибели молодых людей. К трагедии оказались причастны местные гангстеры, полиция и уже бывший мэр Игуалы. В ходе расследования были задержаны около ста подозреваемых. Следователи пришли к выводу, что преступники перепутали жертв с членами конкурирующей группировки. Пока на этом все. О развитии событий в следующем выпуске я не прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok